Мне уже так везет, что вы мне на наших встречах, моих интервью задаете каверзные антикитайские вопросы. Так может быть стоило и дальше оставаться обычным человеком, жаря котлеты у плиты, а не пытаться отправлять таких же наивных дураков под пули за интересы зарубежных стран, которым вы нужны только в роли марионеток с рукой, торчащей из задницы. Слышно, но не видно. Меня не видно? Вот так. Зачем утаили мое изображение? «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» становится несколько не по себе от этой новости. Как известно, постоянство – признак мастерства, поэтому, конечно же, новичком. Ну что, все еще не верите в тайные ложи? А они уже шарят у вас по карманам. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами «Международная панорама» и я, Данил Богатырев. Сегодня я еще на карантине, так что не судите строго за домашний антураж. Скоро мы вернемся в студию. Минувшая неделя на международной арене выдалась весьма насыщенной. Начнем с того, что в американской поствыборной эпопее произошел ряд важных, а для искушенной аудитории еще и неожиданных событий. Так, 11 декабря Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кэна Пэкстона, который просил пересмотреть результаты президентских выборов в четырех штатах – Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Победителем в этих штатах был объявлен кандидат от демократической партии Джо Байден. Как пояснил Верховный суд в кратком, неподписанном постановлении, Техас не смог доказать, что у него есть законное право обращаться с такими требованиями. По мнению суда, он не продемонстрировал юридически обоснованный интерес к тому, как выборы проводятся в других штатах. Пэкстон аргументировал необходимость пересчитать итоги голосования тем, что в упомянутых штатах не соблюдались нормы обработки бюллетеней. Как указано в иске, там изменили правила проведения президентских выборов, что нарушило Конституцию и де-факто сделало возможным масштабные фальсификации. Телеканал Fox News отмечал, что цель иска – перенести на более поздний срок назначение выборщиков из Джорджии, Пенсильвании, Мичигана и Висконсина. Напомним, что иск Техаса поддержали 17 штатов, где у власти находятся республиканцы. Они подали обращение так называемых «друзей суда». В американской правовой системе так именуют заинтересованных лиц, которые не являются прямыми участниками разбирательства, но имеют право подавать в суд письменное обращение с целью выразить свое мнение. С обращением Техаса и других штатов в Верховный суд многие сторонники Дональда Трампа связывали надежды на пересмотр итогов выборов. Нарушения в указанных штатах были настолько явными и топорно выполненными, что доказать их в суде при желании было бы делом техники. Но это при одном условии. Если предположить, что судьи – это некие независимые ни от чего небожители, руководствующиеся исключительно законом. В реальности же Верховный суд, как и другие органы власти США, подвержен сильнейшему давлению как со стороны сформированного демократическими СМИ общественного мнения, так и со стороны глубинного государства с его финансовой олигархией, непрерывно дергающей за тайные нити американской политики. Вот и получается, что вне зависимости от того, кто реально победил, элитный консенсус и мнение инертных мат сделали президентом Джо Байденом. Кстати, на момент записи этой передачи Байден уже набрал 306 голосов выборщиков в коллегии выборщиков, таким образом одержав победу на выборах президента США. Реакция верных трампистов на это оказалась вполне прогнозируемой. Дональд Трамп считает, что Верховный суд подвел его, отклонив иск Техаса о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов. Вот что он написал на своей странице в Твиттер. Цитата. Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости. В свою очередь, пресс-секретарь американского президента Кейли Манни-Ненни заявила в эфире телеканала Fox News, что Верховный суд таким образом показал, что отказывается обеспечивать соблюдение норм Конституции страны. Цитата. Конечно, со сторонниками Трампа и членами его команды трудно не согласиться. Только наивные идиоты могут верить в честную победу Джо Байдена. Но проблема в том, что в эпоху медиакратии не так важно, кто на самом деле победил, как то, кого объявили победителем мейнстримной СМИ. Впрочем, чтобы предполагать, что нынешнее разделение Америки на республиканскую и демократическую прекратится сразу после определения нового президента, надо быть еще более наивным, чем для того, чтобы верить в честную победу Джо Байдена. Межпартийное и идеологическое противостояние в американском обществе с каждым днем приобретает все более ожесточенный характер, который вскоре грозит приблизиться к экзистенциальному. Так, на фоне отклонения иска Техаса в Верховный суд, в штате стали проявляться сепаратистские настроения. 13 декабря председатель республиканской партии в Техасе Алле Уэст в ответ на решение Верховного суда предложил сформировать «Союз Штатов». По словам политика, он должен придерживаться принципов американской конституции. На слова республиканца отреагировал корреспондент СНН в Белом доме Джим Акоста, который заявил, что политик фактически пускает в ход идею выхода из состава Соединенных Штатов. Стоит отметить, что в последний раз подобие Союза Штатов, упомянутого республиканским законодателем из Техаса, существовало в 1861-1865 годах во время Американской гражданской войны и носило название «Конфедеративные Штаты Америки». Кстати, именно после поражения конфедератов в гражданской войне, в Конституции США впервые появился запрет сецессии, то есть, попросту говоря, выхода Штатов из состава Федерации. Конечно же, не стоит преждевременно сгущать краски и утверждать о том, что Техас вот-вот выйдет из состава США. Пока что мы имеем дело лишь с эмоциональной реакцией должностного лица республиканской партии на уровне региона на отклонение иска Верховным судом. Однако, вне всякого сомнения, представить подобное заявление сепаратистского характера от политика такого уровня еще год назад было невозможно. Сегодня же это реальность. Неплохая иллюстрация того, в какую сторону движется американское общество, не правда ли? Между тем, на улицах в перестрелках между сторонниками Байдена и Трампа уже есть первые жертвы. Так, один человек был застрелен в прошлую субботу во время столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа в американском городе Олимпия, штат Вашингтон. Стрельба началась после нескольких часов постоянных стычек на митинге, где сторонники президента Трампа демонстрировали плакаты, ставящие под сомнение честность выборов, сообщает газета The Seattle Times. Как бы не закончились нынешние президентские выборы, раскол в американском обществе будет углубляться. Вопросы, по которым демократы с республиканцами стравили свой электорат, слишком фундаментальны, чтобы разрешиться обоюдным принятием победы одной из сторон. В их число входят такие неразрешимые противостояния, как консерватизм против воинствующего либерализма, белые против черных, капиталисты против социалистов, верующие против воинствующих атеистов и сторонники национальных интересов против адептов концепции США, как вязанки хвороста, брошенной в костер мирового либерального постчеловечества. Все это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты ожидают непростые времена всеобщего гражданского противостояния, которое, если не случится чего-то сверхъестественного, будет только нарастать. О политической обстановке в Соединенных Штатах поговорим с адвокатом-международником Кириллом Барашковым. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Ну, собственно, долгие вопросы задавать не буду. Байден 306 голосов выборщиков набрал. Вот буквально вчера в Техасе республиканцы уже там изъявляют отдельные сепаратистские настроения или что-то вроде того. Очевидно, что Байден, скорее всего, сейчас станет президентом США, но раскола в американском обществе это не изменит. То есть раскол будет продолжаться. Вопрос к вам, Кирилл, простой. Что дальше? Ну, на самом деле, да, ситуация крайне интересная. Ситуация, эти выборы можно смело назвать самыми интересными в новой и новейшей истории, я считаю. Они абсолютно беспрецедентны. Главный результат этих выборов – это действительно раскол в американском обществе. На сегодняшний день я смотрел, хотя в Штатах это достаточно тяжело, найти свежую социологию, более-менее корректную, потому что любое, соответствующее, значит, вновь установившимися правилами, да, любое сообщение, любое неправильное относительно мнения, основные социальные сети, они банят, да, как спорные или ставят под ним. Они к пометку, но тем не менее, по разным оценкам, от 50 до 70 граждан, проголосовавших за республиканцев, они считают, что выборы были украдены, что имело место мошенничество, что имело, значит, место некая нечестная игра со стороны оппонентов. Это основной результат на сегодняшний день этих выборов. Это беспрецедентная ситуация, потому что ранее мы все помним, да, кто бы не выигрывал, да, остальная часть говорила, да, неприятно, да, но вот мы признаем. Эту ситуацию на сегодняшний день это не так. И вообще эти выборы, да, они ставят рекорды, они ставят совершенно какие-то новые, новые абсолютно горизонты по количеству судебных исков, да, да, собственно говоря, даже и по возрасту победившего, победившего кандидата, да, это чуть ли не самый старый, самый пожилой, да, человек впервые заступивший, руководитель государства, заступивший на свой пост. Не только в США, а в принципе, в принципе в мире, да, то есть Брежнев в этом возрасте уже готовился отходить в мир иной, да, Громыко и Устинова-Черненко были моложе, да, вот и тогда у нас называли их кремлевскими старцами, но сейчас, вероятно, место займут Вашингтонские. Ну да, действительно, так и будет, но вот что касается все-таки американского общества и разделения в нем, я не зря упомянул Техас и вот этот Димаш тамошнего председателя республиканской партии, который заявил о возможности создания некого союза штатов. Понятно, что это заявление эмоциональное, имелись в виду штаты республиканского толка, республиканской направленности, но все-таки эта ситуация вот все больше напоминает, знаете, ситуацию конца 19 века с конфедеративными штатами Америки, вот во время гражданской войны такое образование существовало. Как Вы считаете, насколько будет углубляться в период правления Байдена разделение именно между демократическими и республиканскими штатами? Вы знаете, здесь я бы не сделал, не только бы сделал акцент на демократической и республиканской составляющей, да, американское общество находится, ну, в серьезном институциональном расколе в том числе, да, мы помним летние протесты в БЛМ, да, это был расовый раскол, то есть стал расовый вопрос, поэтому раскол будет идти, он безусловно будет идти, да, то, что начало, этот процесс, как мы видим, опять же, из истории он необратим, да, он необратим. Мы помним, Вы упомянули конец XIX века в Соединенных Штатах, я бы упомянул в этом контексте. Также конец 80-х годов в Союзе Советских Социалистических Республик, достаточно смешно, в 87-м, достаточно негнетично, в 87-м, в 88-м году воспринималась информация о независимости, да, претензии на независимость тех или иных республик, или даже автономных республик, да, а в 92-м, в 93-м году уже фактическая независимость, фактическая независимость Татарстана или Якутии в Российской Федерации уже не вызывала вопросов, не говоря уже об остальных бывших субъектах Советского Союза, поэтому Рускул будет однозначно углубляться, линии пройдут не только по политическим вопросам, да, и по границам штатам, и институционально, то есть мы обратили внимание, да, что полиция, силовики, да, полиция, армия, они поддерживали не столько республиканцев, сколько конкретно Дональда Трампа, да, в то же время их оппоненты с лозунгом Defund the Police, да, то есть лишите финансирования полиции, лишите финансирования силовые органы, они прочно завоевали завоевали доверие у расовых меньшинств, у этнических меньшинств, поэтому линий Раскола будет несколько, безусловно, он будет углубляться в процессе и очень сложно прогнозировать с моей точки зрения даже на зиму текущего и будущего года. Кирилл, вот вы упомянули линию Раскола именно по расовому признаку, но между тем мы знаем, что был Раскол еще по признаку, ну скажем, приверженности к так называемому демократическому социализму, вот, который в рядах демократической партии обретает все большую популярность. И ведь эти так называемые демократические социалисты после того, как было объявлено о победе Байдена, они в общем-то не остались в восторге от этого, то есть они остались не удовлетворены тем местом, которое им отводят в новой конфигурации власти. Они не получили желаемого количества должностей и тому подобных вещей. А ведь между тем именно демократические социалисты были, ну можно сказать, подстрекателями вот этих вот протестов БЛМ. Я к чему веду, не получится ли так, что через какое-то время, когда вот расовые меньшинства, а также это политическое меньшинство в лице демократических социалистов поймут, что ничего им не перепадет с барского стола Байдена, что они начнут протесты также и против него. Протесты, погромы, всевозможные вот эти вот бунты и прочую тому подобную активность. Безусловно, это будет происходить, я с вами абсолютно согласен. В демократической партии США, ну, социализма, они больше, чем демократии, то есть, скорее всего, практически нисколько, да, это число, оно стремится к нулю, на самом деле. Расизм, и это признают, это не слова, скажем, да, наши не слова из-за океана, расизм в Соединенных Штатах никуда не делался, он стал просто более системным и направленным, и разнонаправленным, да, то есть, как существует как белый расизм, так и черный расизм. И вопросы после событий текущего года, да, скрыть это, забыть, перевернуть эту страницу, как сегодня предложил Джо Байден, да, то есть, перевернуть страницу в этой истории уже не получится. Джо Байден, кстати говоря, поддержка социалистами Байдена выглядела довольно странно, как, в принципе, и расовыми меньшинствами, потому что Байден еще по молодости, он был известен, это в открытых источниках, российскими высказываниями, российскими, скажем так, действиями, которые ставят под сомнение его расовую толерантность. Вот, поэтому ситуация будет, ситуация будет, безусловно, усугубляться, я еще раз повторю, начавшийся процесс такого характера, он, нету примеров в истории, чтобы он останавливался каким-то образом, каким-то образом пытался, скажем так, становился, оккупировался, да, нет таких примеров, поэтому, безусловно, все будет ухудшаться. Вот это вопрос. Одно из таких прорывных обещаний Байдена, это обещание предоставить гражданство 11 миллионам нелегальных мигрантов. Очевидно, в Демпартии, вот в администрации Байдена рассматривают этих людей, как своих потенциальных избирателей, в том числе на так называемых промежуточных выборах, которые проходят в Соединенных Штатах, в Конгресс, как раз вот по середине президентского срока, будем говорить. Как эти люди, как эти новоприобретенные граждане могут изменить электоральную картину Соединенных Штатов? Действительно ли они станут верными избирателями демократической партии, самого Байдена? Или же, возможно, они будут склоняться к каким-то другим политическим силам? Может быть, к каким-то новым партиям, возникающим и тому подобным? Вы знаете, да, это очень, на самом деле, интересный вопрос. Достаточно беспрецедентная ситуация. Возможно, в этой ситуации я бы и согласился с правительством, будущим правительством Соединенных Штатов, потому что количество мигрантов в США огромное. Предоставить им гражданство, легализовать их, это выгодно по этому пути. Много лет тоже идут европейские страны, да. То есть там, скажем, в той же Италии, Испании каждые 3-5 лет проходит так называемая санатория, легализуют иностранных рабочих, нелегально попавших в страну. Что касается того, как они будут голосовать, да, безусловно, по крайней мере, это поколение, да, оно будет благодарно. И большинство, я не говорю, что полностью, на 100%, такого не бывает, вероятно, они действительно будут поддерживать демократов, хотя вот интересный кейс был в той же Флориде или Флориде, на этих выборах на текущих, там кубинская диаспора достаточно большая, она массово проголосовала за Дональда Трампа, так как они Байдена, Байдена они ассоциируют с коммунизмом, с социализмом, вот, хотя я считаю, что они делают это крайне ошибочно, от которого они бежали из Кубы, и вот Трамп для них оказался более приемлемым кандидатом. Поэтому я считаю, что электральные предпочтения, да, вот этих новоприобретенных граждан, хотя это не быстрый процесс, и вряд ли они успеют предоставить гражданство в полной мере, не гринкарты, а именно гражданство за два с половиной года, он будет, электральные предпочтения, они будут зависеть, скорее всего, потому что человек определяет среда именно от мест, где будут проживать эти новые граждане Соединенных Штатов. Но опять же повторю, к сожалению, мы на дворе 2020 год, и прогнозы долгосрочные два, два с половиной, три года, они являются мягко говоря, очень возникает большое сомнение в их точности, потому что слишком много событий происходит сегодня и будет происходить завтра еще. Ну, то есть, получается, грубо говоря, селится мексиканский мигрант в условно-республиканском штате, остается там ревностным католиком, сторонником традиционных семейных ценностей, и как результат голосуется... Как вариант, да, хотя мы знаем, что большинство, что в основном они, безусловно, нелегальные мигранты, они сосредоточены в Калифорнии, которая традиционно и так голосует за демократов, традиционно они сосредоточены в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорк, который и так голосует за демократов, да. Мы помним особенности выборной системы из Соединенных Штатов, не так важно, какое количество, именно поэтому, собственно говоря, там Трамп не ведет активную пропаганду, не вел активную пропаганду в Калифорнии, а Байден, соответственно, в Техасе, да, потому что предпочтения всего штата, и они редко меняются, кроме этих выборов, кроме текущих выборов, да, где мы увидели спорные штаты, которые из, скажем так, красных в процессе выборов резко стали синими, достаточно резко, достаточно неожиданно, что, собственно говоря, и стало причиной огромного количества судебных исков, правда, оставшихся без удовлетворения, вот, и обвинением команды Джо Байдена или его сторонников в мошенничестве, но, скорее всего, эта ситуация уходит в прошлое, хотя Дональд Трамп, я читал только что последние твиты, он полон решимости, и он и его сторонники что-то пытаются еще доказать, что это может быть, представить очень в данной ситуации сложно, потому что основные легальные процедуры завершены, осталось, собственно говоря, некоторые формальности, но, опять же, время и год приносят массу сюрпризов. Ну, действительно, Дональд Трамп держится молодцом, а вас, Кирилл, я благодарю за беседу. Спасибо. В студии Международной панорамы был Кирилл Барашков, адвокат международников. Тем временем в стане белорусской прозападной оппозиции на этой неделе был слышен громкий треск крушения либерастических идеалов. В своем интервью изданию The New Yorker, прозванная котлетной оппозиционеркой лидер змогарской эмиграции Светлана Тихановская, заявила, цитата, «Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать. Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. Нет супергероя, нет мирового лидера, который властвует над Лукашенко. Когда звонит Ангела Меркель, он просто не отвечает. Он разговаривает только с Россией и Китаем. У меня на это высказывание возникает только одна реакция. Желание издевательским тоном произнести что-то вроде «Уйди, Боже мой!» Видите ли, когда она была обычным человеком, то верила во всемогущество военно-политической машины НАТО. А теперь разочаровалась. Так может быть стоило и дальше оставаться обычным человеком, жаря котлеты у плиты, а не пытаться отправлять таких же наивных дураков под пули за интересы зарубежных стран, которым вы нужны только в роли марионеток с рукой, торчащей из задницы. Впрочем, этот вопрос, конечно, риторический. Минувшая неделя подбросила немало пищи для мозгов всем любителям классической конспирологии. Ну, знаете, той, в которой рассуждают о мировом правительстве, тайных обществах и религиозно-светских организациях, разрабатывающих концепции мирового господства. До чего уж там говорить, даже мне, как человеку, который уверен в том, что по меткому выражению писателя Виктора Пелевина «миром правит не тайная ложа, а явная лажа», становится несколько не по себе от этой новости. 9 декабря римский Папа Франциск объявил, что Ватикан вступает в глобальный альянс с крупнейшими мировыми банками, международными корпорациями и глобалистскими фондами для создания экономического совета, направленного на перераспределение богатства во всем мире. Глобалистская инициатива, именуемая Совет по инклюзивному капитализму, называет себя прокапиталистической организацией, целью которой является создание более сильных, справедливых и инклюзивных экономик и обществ. Основатели группы, именующие себя хранителями, называют своей целью историческое сотрудничество руководителей и глобальных лидеров, которые работают под моральным руководством Папы Франциска, чтобы в полной мере использовать возможности бизнеса для влияния на развитие общества. Как заявила наследница знаменитой династии банкиров Лин Форестер де Ротшильд, цитата, «Мы откликнулись на призыв Папы Франциска по созданию более инклюзивной экономики, которая более справедливо распределяет материальные блага капитализма и позволяет людям полностью реализовать свой потенциал». А теперь самое интересное. Если до сих пор вы думали, что описанная – это невинная инициатива какого-то там фонда совместно с Ватиканом для поднятия собственного имиджа, спешу вас огорчить. В список хранителей помимо Папы Франциска вошли генеральные директора Visa, MasterCard, Bank of America и British Petroleum, а также Лин Форестер де Ротшильд, президент фонда Форда Даррен Уокер, президент фонда Рокфеллера Раджив Шах и специальный посланник ООН по климату Марк Карни. Как сообщил журнал Forbes в минувшую среду, цитата, «В состав хранителей вошли высшие руководители крупнейших мировых корпораций, которые пообещали предпринять смелые шаги в направлении создания инклюзивного капитализма». В публикации указано, что члены новой организации возьмут на себя ответственность в вопросах, связанных с экологическими, социальными и управленческими проблемами. Примечательно также, что создание вышеупомянутой структуры произошло после того, как Всемирный экономический форум, Организация Объединенных Наций и другие учреждения недавно призвали к Великой Реставрации, чтобы реорганизовать мировую капиталистическую систему в трансгуманистический, социалистический мировой порядок, который уничтожит частную собственность и валюту. Ну что, все еще не верите в тайные ложи, а они уже шарят у вас по карманам. А если серьезно, то только отъявленный идиот может поверить в то, что руководители крупнейших мировых корпораций собрались в один клуб с Папой Римским, чтобы перераспределить свои богатства в пользу миллионов нищих по всему миру. Гораздо более вероятно, что они разработали некий план по успокоению глобальной бедноты и ее еще большему обворовыванию посредством сказок о глобальном потеплении, платной вакцинации, продаже питьевой воды, которые, кстати, недавно стали торговать на бирже, и еще чего-то в этом роде. Католическая церковь, скатившаяся в последнее время к призывам признать однополые браки, видимо, призвана выступить в этой схеме в роли морального авторитета, под воздействием которого нищие по всему миру будут радостно кивать в ответ на речи неомасонов, стремящихся обокрасть их и сжить сосвету ради реализации некой новой безумной идеи наподобие золотого миллиарда. Разобраться в кознях глобалистских элит нам поможет политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Данил. Вот 9 декабря была создана такая организация под названием Совет по инклюзивному капитализму, куда вошли Папа Римский, а также руководители крупнейших мировых компаний, в частности Visa, Mastercard, Bank of America, British Petroleum, а также руководители фондов Ротшильда, Рокфеллера и Форда. Вот сам состав участников, честно говоря, настораживает, как и то, что более справедливого перераспределения материальных благ намерены добиваться руководители крупнейших транснациональных компаний. Ну то есть как-то это не вяжется с их имиджем, как таких глобалистов, которые обычно сосредотачивают все финансовые ресурсы у себя, в своих руках, а не перераспределяют их в пользу бедных. В чем же состоит, с вашей точки зрения, их истинная цель? Зачем создавалась эта организация? Думаю, как вам ответить. Так, чтобы было и понятно, и честно одновременно. Смотрите, Клаус Сваб, директор Довозского форума, в этом году выпустил книгу, называется «Ковид-2019. Большая перезагрузка». И очень советую эту книгу всем почитать, чтобы понять ход мыслей вот этой части элит, тем более мы понимаем, что директор Довозского форума, хозяин Довоза в какой-то мере, он является определенным интегратором этих мыслей или настроений, которые действительно сегодня доминируют среди глобальных элит. на Довозских форумах, где по такому очень точному высказыванию миллиардеры приезжают учить миллионеров, как управлять миром. И вот главная идея этой книги сводится к тому, что Ковид стал тестом для государств стандартных, национальных или региональных, геополитических государств. И многие из государств, в принципе, государственные системы этот тест не сдали. Они продемонстрируют низкую эффективность. И, возможно, Ковид стал акселератором того, что мир будет переходить в эпоху четвертой промышленной революции с тотальной диджитализацией, с строением человека в сферы искусственного интеллекта. И с точки зрения государственного управления в эту эпоху должна возрасти роль транснациональных компаний. Транснациональных компаний с высокой социальной ответственностью. То есть, возможно, это, но вот так это звучит у Клауса Сваба, возможно, это будут новые формы социального управления транснациональной компанией в той или иной мере. Конечно, этим транснациональным компаниям будут нужны новые религии или новые идеологии. Потому что мы увидели, что и коммунизм, и и либерализм оказались одинаково уязвимы с точки зрения религии. Они недооценивали или пытались победить религию. И проигрывали часто, или проигрывают традиционному консервативным религиям. И мне кажется, вот сегодня в мире идет поиск этой новой модели управления в постковидном мире, в мире четвертой промышленной революции. Ищутся симбиозы между транснациональными компаниями и мировыми религиозными лидерами. Союзы, платформы. Как совместно выстраивать новые иерархии экономические и политические иерархии, духовные иерархии. Примечательно, что в 2020 году, напомним вам, в феврале был создан так называемый Международный альянс за свободу вероисповедания. И создан он был под эгидой США. Помпео его анонсировал. 27 стран, в том числе и Украина, вошли в создатели этого альянса. Главная задача которого ставится борьба против дискриминации религиозных любых убеждений. И борьба за применение определенных либеральных норм в сфере религии. Хотя мы чудесно понимаем, что классические религии, они построены на принципе веры, они предусматривают терпимость, но не предусматривают толерантности. Нельзя в классических религиях сразу верить одновременно во много богов. Бог может быть только один. Вот это переформатирование и активизация религиозного фактора со стороны США. США имеют большой опыт еще современных Далай-Ламы работы с религиозными лидерами на фоне возможной перезагрузки мира и возрастающей роли транснациональных компаний, число которых будет дополнено уже на протяжении следующего года биофармой, биомедицинскими компаниями, победителями вакцинной гонки. Вот эти процессы, если так говорить, толерантно. Я сегодня вижу за всеми этими заявлениями и действиями. Руслан, вот очень интересная мысль у вас насчет того, что эти глобалистские финансовые элиты пытаются совместить, ну будем говорить, такой постгуманизм, электронный концлагерь, все эти идеи с традиционными религиями. Но ведь на самом деле любой консерватизм, любой традиционализм, будь то интегральный или основанный на какой-то конкретной религии и традиции, он отрицает постгуманизм. То есть нельзя быть одновременно христианином и, будем говорить, утверждать, что можно там заменить человеческое сердце на какой-нибудь искусственный агрегат, просто для того, чтобы продлить жизнь. То есть если человек верующий, уже ему эта сама идея кажется бессмысленной. Между тем мы видим, что Папа Римский и католическая церковь, они дрейфуют потихоньку в сторону и либерализма, и вот этого трансгуманизма. Ну мы слышали недавно заявление в известном фильме интервью Франциска Папы Римского об одноповых браках. Мы видели в этом году очень странный такой вертеп в Ватикане, где были то ли космонавты, то ли какие-то постгуманистические люди изображены тоже непонятные. И складывается впечатление, что всё к тому идёт. Но вот возникает такой вопрос. А не получится ли так, что Папа Римский или верхушка католической церкви или других религиозных структур, которые будут сотрудничать с этими постгуманистами, просто дискредитируют себя в глазах собственных верующих? На Западе, возможно, сегодня формируются новые синтетические религии, которые включают в себя какую-то христианскую или любую другую, ну из классических религий, айдентику, но задачи этих религий уже другие. Если изначально задача всех классических вероисповеданий это как привести эта дорога к Богу, как человеку благодаря ритуалу, форму, способу жизни, способу мыслим, как ему прийти к Богу, то задача этих религий новых, синтетических будет как человека эффективно строить в общество. То есть получается, Руслан, получается, что мы являемся свидетелями формирования, ну будем говорить пост-религий, точно так же, как у нас есть вот, допустим, человека пытаются превратить там в пост-человека общество, в пост-общество, там государство в пост-государство, и, соответственно, религию пытаются превратить в пост-религию. Знаете, Данил, я всегда боюсь слов транс, пост и все остальное, потому что в какой-то мере и либерализм, как ранее, не знаю, тоже крайние формы коммунизма и крайние формы либерализма, вот так точно сказать, это же тоже религии. То есть потому что они не предусматривают толерантности к другой точке зрения, на самом деле. Ну, по крайней мере, такие тотальные, тоталитарные мировоззрения. Да, и они предусматривают, то есть они, да, четко, крайние, крайние формы, они четко проводят линию жизни человека от рождения до смерти, они определяют его предназначение. Ну, поэтому, возможно, мы видим такой процесс. Конечно, католическая церковь в этой ситуации, мне кажется, может оказаться в глубоком кризисе. И для многих католиков по всему миру такие действия папы ставят их перед выбором, перехода в другие конфессии, православные те же. То есть если, я думаю, что папа будет двигаться, римно-католическая церковь будет двигаться по пути слияния с транснациональными корпорациями, с политической идеологией либерализма, то она потеряет часть своих верующих. Безусловно, потому что консервативная часть этих верующих и в многих странах Европы, и особенно в странах Латинской Америки, в других странах, где общества не столько, скажем так, еще переформатированы в либеральном духе, консервативная часть этих верующих будет искать все-таки основы веры, более консервативный подход к решению своих духовных задач и возможные расколы как внутри этой церкви, так и переход части верующих обратно в какие-то православные конфессии, формирование нового, третьего вида христианства. Ну, имеется в виду, если считать брать только православных и католиков, а не считать протестантов, то вот к чему сегодня это идет. Но такая игра Папы и вот эти заявления, которые сегодня звучат из Рима, это все же маркер того, что мы подошли к определенному рубежу переформатирования, глобальной трансформации. И в Риме чувствуют этот рубеж и пытаются в этот раз не оказаться в стороне, потому что мы в последние десятилетия римнокатолическая церковь на Западе переживала глубочайший кризис. Это было очевидно всем. В отличие от, не знаю, православных или протестантских конфессий, которые наоборот переживали возрождение. И сегодня многие из них являются как раз носителями того консервативного идеала, изначального консервативного идеала, который утрачивается у Рима католиков. — Благодарю вас за беседу, Руслан. — Спасибо вам большое. — Гостем международной панорамы был политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. Наверное, самой нелепой новостью из рубрики «Политический трэш недели» можно назвать публикацию The Sunday Times, в которой утверждалось, что якобы после первой попытки отравления Навального пытались отравить еще раз. И угадайте, чем? Как известно, постоянство — признак мастерства, поэтому, конечно же, новичком. Как утверждает американское издание, российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления новичком пытались убить тем же ядом еще раз, когда он находился в состоянии комы. Об этом якобы сообщили источники The Sunday Times в западных спецслужбах. По их словам, органы госбезопасности хотели, чтобы Навальный умер при транспортировке в Германию. Конечно же, никаких доказательств, кроме ссылок на анонимные источники, западные журналисты не приводят. А зачем, если people have it? В Кремле на это ответили лаконично. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, цитата, «Все-таки Sunday Times — воскресное чтиво, такое в хавате». Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом. Есть такое английское слово «bullshit». Вот это «bullshit», больше не буду говорить. В дословном переводе с английского слово «bullshit» означает «бычье дерьмо». Если переводить контекстно, оно близко по смыслу к русским словам «фигня», «чушь несусветная» и тому подобным, только в гораздо более грубой форме. Но, откровенно говоря, запуская столь дегенеративные и, очевидно, лживые фейки, журналисты «The Sunday Times» заслужили эту характеристику. Тем временем в англоязычном сегменте интернета разгорается крупный международный скандал, грозящий далеко идущими последствиями. 13 декабря австралийская газета «The Australian» написала о том, что получила слитую базу данных о почти двух миллионах членов Коммунистической партии Китая. Данные якобы содержат их информацию о должностях в партии, датах рождения, национальных идентификационных номерах и этнической принадлежности. Кроме того, слитая информация включает данные о 79 тысячах партийных ячеек, многие из которых организованы в крупных компаниях, университетах и даже государственных учреждениях, в том числе и западных. Согласно отчетам, среди компаний, имеющих в своем штате членов КПК, есть такие, как Боинг и Фольксваген, фармацевтические гиганты Pfizer и AstraZeneca, а также финансовые учреждения, включая ANZ и HSBC. Записи о членстве также показывают, что КПК проникла в консульство Австралии, Великобритании и США в Шанхае, при этом австралийское министерство иностранных дел и торговли использовало китайское правительственное агентство Шанхайский департамент службы иностранных дел для найма местного персонала. «Считается, что это первая утечка такого рода в мире», заявила австралийский журналист и ведущий Sky News Шерри Марксон. Как пишут австралийские СМИ, что удивительно в этой базе данных, так это не только то, что она раскрывает людей, которые являются членами коммунистической партии и которые сейчас живут и работают по всему миру от Австралии до США и Великобритании, но и то, что она приоткрывает завесу тайны над тем, как партия действует при президенте и председателе Си Цзиньпине. В западных компаниях были созданы отделения КПК, члены которых, если от них потребуют, несут ответственность непосредственно перед коммунистической партией и самим президентом Си. Как сообщает австралийский телеканал Sky News, цитата, это также поставит в неловкое положение некоторые международные компании, у которых, похоже, нет плана по защите своей интеллектуальной собственности от краж и от экономического шпионажа. Ну что тут сказать? Если все вышеперечисленное правда, остается только воскликнуть «Ай да китайцы, ай да молодцы». Впрочем, привычка искать скрытые смыслы и устанавливать то, кому выгоден тот или иной скандал, заставляет задуматься над тем, что все в этой истории не так однозначно. Первое, что наводит на конспирологические теории, это то, что слив якобы данных о китайских коммунистах, внедренных в крупные западные компании, произошел всего через пару недель после того, как 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, подписали торговое соглашение, нацеленное на восстановление экономики из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Среди подписантов регионального всестороннего экономического партнерства – Австралия, Новая Зеландия, Бруней, Лаос, Вьетнам, Китай, Камбоджа, Мьянма, Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Индонезия. Фактически, если соглашение заработает, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет создана одна из крупнейших зон свободной торговли в мире, ядром которой станет Китай. А теперь попробуйте угадать с одного раза, кому выгодно, чтобы это соглашение ни в коем случае не заработало. Правильный ответ – Соединенным Штатам, ведущим активную геополитическую и экономическую борьбу против КНР. Учитывая знаменитое партнерство пяти разведок англосаксонских стран, включая США и Австралию, известное под названием «Пять глаз», нетрудно догадаться, откуда у австралийцев взялись якобы слитые списки китайских коммунистов. Подлинность этих списков, а значит и самого повода для скандала как такового вызывает большие вопросы, особенно если вспомнить все топорные фейки западной пропаганды вроде отравления Скрипалей или отравления Навального. Так что, уважаемые зрители, мы полагаем, что эта история не более чем попытка Соединенных Штатов бить клин между Китаем и его новыми партнерами по зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О ситуации вокруг раскрытия досье китайских коммунистов поговорим с профессором, доктором политических наук Валентином Якушиком. Здравствуйте, Валентин Михайлович. Здравствуйте, Даниил. Мне уже так везет, что вы мне на наших встречах, моих интервью, задаете каверзные антикитайские вопросы. Ну, я не знаю, антикитайские или прокитайские. Ну, вот вкратце объясню, в чем суть дела. В общем, на минувшей неделе австралийские СМИ заявили о том, что в их руки попал якобы слитый список с несколькими миллионами досье на членов коммунистической партии Китая. И самая большая сенсация всего этого состоит в том, что более 79 тысяч ячеек Компартии были в различных компаниях, в том числе и западных, транснациональных корпорациях, посольствах иностранных государств. То есть, как бы китайские коммунисты инфильтровались, проникли в западные структуры. Но я вот еще на что обратил внимание, что эта новость появилась буквально через несколько недель после того, как было заключено в Азиатско-Тихоокеанском регионе одно из крупнейших соглашений о свободной торговле между Китаем, Австралией и рядом других стран. Всего 15 государств там. То есть, не получается ли так, что этот слив, я уж не знаю, достоверной или недостоверной информации, был сделан специально для того, чтобы подорвать вот эту вот инициативу зоны свободной торговли? Ну, первое, что я скажу, что подобное действие – это показатель формальной эффективности работы спецслужб пяти англосаксонских государств. Есть такая договоренность между ними, которая называется «Five Eyes» – стратегическое сотрудничество. Если в одной из стран, особенно если в ведущей, раскручивается антикитайская деятельность, то другие подключаются по мере возможности. Это один момент. По Австралии, в которой сейчас как бы раскручивается это, особенность в том, что они всегда, австралийские власти, приходили на помощь американцам. Это было и в Ираке, и в Афганистане, и так далее. Это показатель солидарности англосаксонских стран. Это как бы первый момент. Второе – это наличие партийных организаций. Это нормальное явление для определенного типа государств, где действуют партийные системы с партией, гегемоном, а иногда однопартийные. В СССР, в зарубежных организациях действовали партийные организации КПСС. Во Вьетнаме сейчас, на Кубе, и в дипломатических председателях. Это, наверное, не КПСС, а все-таки Коминтерна. Ну, потому что как могли бы члены КПСС граждане зарубежных стран? Я о другом говорю. И как я тут понимаю, в чем суть. Потому что я не жил в эпоху Коминтерна, а я жил в эпоху позднего Советского Союза. И знаю, что в советских дипломатических представительствах, советские представители международных организаций… Вот тут как раз был сюжет такой, что в дипломатических представительствах были партийные организации, которые назывались профсоюзными, а те, кто были членами международных… или работниками международных организаций, они как бы выходили из партийных организаций, но не могли выйти из партии, и поэтому, конечно же, поддерживали контакты те или иные с партийными структурами. А за рубежом партийные структуры, безусловно, как патриотические организации, пересекаются и с другими смежными структурами. То же самое на Кубе, сейчас то же самое во Вьетнаме, где однопартийные. А в Китае многопартийная система, там кроме Коммунистической партии есть 10 так называемых демократических организаций, но все-таки большинство стремится, из тех, кто хочет получить хорошую карьеру, перспективы, как в Советском Союзе, вступают в правящую партию. И у этой правящей партии в посольствах, в их фирмах, их корпорациях, которые за рубежом работают, конечно же, есть свои партийные организации. Это как бы организации наиболее активных, патриотичных, государственно ориентированных деятелей, государственных или бизнесовых. Нормальное явление. Вот здесь один важный момент. Там ведь речь шла даже не о том, что партийные организации присутствуют в китайских компаниях или в китайских дипломатических представительствах. Это как бы само собой разумеется. А о том, что китайские коммунисты и партийные структуры внедрились в западные компании и в западные посольства. То есть вот там называлось, в частности, консульство Великобритании в Шанхае, в котором якобы существовала партийная организация китайская, коммунистическая. Также консульство Австралии, консульство США в Шанхае называлось. Ну а как же делать? Консульство принимают на работу хорошие кадры. Наиболее хорошо подготовленные кадры обычно состоят в партийных организациях. Они могли эти организации называться по-другому. Тем более, о ком вы там говорили? Американское, британское консульство, австралийское. Они должны как демократические государства поддерживать право трудящихся на самоорганизацию, на профсоюзы. Следовательно, я думаю, что в тех консульских учреждениях должна была быть профсоюзная организация. По названию. А по сути, так как это государство с партией гегемонов, то это была партийная структура. Давайте подумаем об обратном. А инфильтрация других партийных структур в украинское, в российское общество, в постсоветское общество. Люди, воспитанные в духе гегемонии, либерального глобализма, но, безусловно, являются партийными активистами. Они могут формально не поддерживать связи с местными, как их голосят, это члены Голоса или Евросолидарность, но они являются партийной структурой в духовном плане, в общеидеологическом плане. То есть для меня здесь нет ничего нового, никакой уникальности. Только формально-юридические структуры по-разному организованы. Инфильтрация в постсоветское общество глобалистов-либералов и инфильтрация в западное общество тех, кто придерживается патриотических, прокитайских позиций. При этом там довольно сложная ситуация. Многие члены коммунистической... Она же не единая коммунистическая партия. Многие стоят на позициях, в нашем понимании, Горбачева-Ельцина. Горбачеву-Ельцину очень хотелось разделить существующий, существовавший в то время мир на двоих, так сказать. С американцами, как гемонами западного общества, и Советский Союз. Но американцы объяснили им, или даже не объяснили, а показали на практике, что они не нуждаются в младших партнерах таких, а лучше использовать как лакеев. И Путин потом однажды и даже несколько раз говорил, что американцам не нужны младшие партнеры. Он говорил о партнерах, им нужны лакеи. Так в отношении Китая была такая же ситуация. Многие комсомольцы, из тех, как наши комсомольцы, которые стали олигархами, некоторые тут закрепились в Украине, некоторые в России, некоторых из России выгнали, и они теперь вещают как супердемократы на постсоветское пространство. Они рассчитывали контролировать постсоветское пространство и участвовать в распиле мировых богатств. Российским и украинским вот этим бывшим комсомольцам, секретарям Порткома или секретарям ЦК Компартии Украины показали, что их задача быть просто приказчиками здесь, ну, осуществлять такое техническое управление вверенной им территории в тех интересах, которые формулируются соответствующими партийными, условно говоря, партийными структурами. По Китаю... Это все понятно. Я хочу вот о чем вас спросить. Как вы считаете, может ли быть связан этот слив именно с намерением американцев сорвать сотрудничество в рамках вот этой вот новой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которую входит помимо Китая, также входят и англосаксонские страны, в том числе и Австралия, и Новая Зеландия, которые также участвуют в том сотрудничестве разведок «Пять глаз», которое вы вот тут упомянули? То есть может ли быть так, что этот слив, безотносительно того, достоверен он или недостоверен, направлен именно на срыв сотрудничества Китая с этими странами в экономической сфере? Знаете, мне представляется, что это неподъемная задача разрушить вот это региональное сотрудничество. Невозможно. Объективно Китай мощнейшая держава, которая постепенно будет становиться первой мировой державой в экономическом отношении, и в софт-пауэр, в мягкой силе и так далее. Вопрос, я думаю, самый главный состоит, что не устраивает, притом двухпартийные круги в США, и демократов, и республиканцев. Это то, что Китай становится самостоятельным. Он не ведет зависимую от США политику. Долгие десятилетия Китай пытались использовать, вначале против Советского Союза, затем как часть, которая поддерживает Запад, а потом увидели, что совершили такую же ошибку, как в отношении к России. Путин потом однажды говорил, что вот его не принимают в западный мир на общих основаниях. И тогда Путин вынужден был занимать антизападную позицию. Я вспоминаю свой первый визит в КНР в 2011 году. Девять лет прошло. И у меня было ужасающее впечатление. Прекрасный Китай. Прекрасные возможности. Ужасающее впечатление от состояния духа. Их бюрократов, элитариев. Ощущение, как будто это ельциновский режим. Режим распила всего. И вот они готовятся продать все это. И никакой морали, никакого патриотизма. И в широких слоях. А потом пришел председатель СИИ и сказал, нет, ребята, так не будет. И с коррупцией будем бороться. И национализация кадров. И те комсомольцы, и коммунисты, которые хотели разделить мир на двоих. Китай и Америка. Была такая концепция еще, как бы она где-то теплится. Син-Америка. Мир разделенный. Американцы сделали вторую ошибку. И Запад. Первый. Он не приручил Путина, не сделал его надежным младшим партнером Запада, против Востока. А теперь они сделали ту же самую ошибку. Они не смогли приручить Китай. И Китай выходит из-под контроля. Вот в чем задача. Сменить руководство Китая. Китай, как я понимаю, на иное. На менее патриотичное. На менее концентрированное на свои цивилизационные ценности. На менее глобально ориентированное. Китай предлагает более приемлемый, или как бы более притягательный пример со своим путем. И один путь, один что там? Один пояс. Один? Один пояс. Да, один путь, один пояс. Или человечество единой судьбы. Единая судьба человечества. Для этого нужно показать какие-то недостатки. А для тех, кто воспитаны на принципах пропаганды, вот это анти... Тоталитарное они называют. А реально пропаганды против стран, у которых существует социально ориентированное государство, государство ориентированное национальное единство, консервативное, сохраняющее свои цивилизационные ценности. Вот что делается. А Австралия легкая добыча в этом. Смотрите, у Австралии 150 миллиардов долларов в год торгового оборота с Китаем. Очень многие англосаксонские страны готовы были перейти на стратегическое сотрудничество с Китаем. Это даже показала Великобритания. Лет пять назад они подписали соглашение о огромнейших инвестициях Китая в их экономику. Туда продавались гиганты промышленности Великобритании и Китаю. Китай готов был идти в Европу скупать, как арабы. Это делали наиболее передовое производство. Потом из центра, мозгового центра англосаксонского мира последовала команда. Стоп! Это небезопасно. Арабы всегда соглашались. А, не разрешают эмиратчикам купить порты? Ну хорошо, проглотили эту пилюлю и все, будем думать, как еще. А Китай говорит, нет, ребята, мы ощетинимся и будем защищаться. Значит, Новая Зеландия, она более, как англосаксонская страна из того региона, она более, как бы это сказать, по-английски это будет смарт, хитроумная такая, которая не идет на острые конфликты с Китаем. А Австралия, пожалуйста, у нее нет проблем в этом. Но там, опять же, может быть изменение правящей партии, изменение соотношения сил в правящей партии. Так что объективная линия на то, что Китай будет усиливать свою патриотическую позицию внутри страны, национализировать и дальше элиты, бороться против коррупции, жесткими мерами будет развивать то, что называется экспансию в мире. Но тут есть два возможных варианта. Либо он будет действовать как хищники, как предыдущие западные хищники, кое-где в Африке это проявляется, либо он будет действовать так, как предписывает идеология их партии, как она предписывала многие десятилетия. И тогда они будут искать подход к местным жителям, к местным режимам, создавать более социально ориентированные государства. Государства, направленные на урегулирование споров. И в этом плане очень важно, чтобы в Китае возобладала эта линия. Вот об этом, собственно, наш следующий и последний на сегодня вопрос, который я хотел задать. Каким образом Китай может ответить на вот эту провокацию со сливом? То есть есть ли у него какие-то симметричные, либо асимметричные способы ответа на подобные действия? Может ли Китай, например, вскрыть данные, ну я не знаю, каких-нибудь западных там шпионов у себя и тому подобных людей? Чем он им ответит? Ну, я думаю, это не в китайской традиции, да, отвечать симметрично. Ну хорошо, они знают сеть. Лучше сеть знать, да? И пусть она работает, чем потом будет создаваться новая. Не думаю, что это будет. Я думаю, первое, это может быть на теоретическом уровне. Вот мы с вами сделали несколько шагов, которые, если ваш канал слушают китайцы, наверное, могут воспринять. Просто объяснить, как работают политические системы, и что тут ничего страшного нет. Кроме того, что солидарность цивилизационная, внутрицивилизационная солидарность, это нормальное явление. И нужно приветствовать солидарность англосаксонских стран. Точно так же Китай выстраивает солидарность восточно-азиатских стран и стран, то, что раньше называлось третьего мира. Украина не пошла. Мы уже, если еще чуть-чуть в третьем, скорее всего в четвертом. Но близится к тому, что Украина поймет необходимость такого стратегического сотрудничества с Китаем. По примеру того, как выстраивала свои отношения Беларусь. Но пока что Украина подрывает возможности из-за кейсов с Моторсич и рядом других, реально антикитайских, и таких сервильных. Ну и со внешнего управления подрывает возможности. Да, и при том руководство понимает, что это бред. Это просто унизительно для Украины. Не выполнять свои обязательства. Они все равно не получат обещанных средств от того парня, который занимался раньше военными, частными военными компаниями от «Принца». Говорит, а я вам возмещу это. Никто не возмещает, как с Ираном в свое время было, по атомному контракту. Главное, или с какими-то другими вещами. Не допустить этого. Но Китай все равно получил все эти технологии, все нормально у него лично. Но реально осадок остался, и для Украины большие проблемы. Китай разворачивает это сотрудничество. Он хочет с Вьетнамом улучшить взаимоотношения. Сейчас многие натравливают Вьетнам на Китай. Я думаю, это стратегическая задача. И Вьетнам, и Китай договориться о компромиссе. Итак, вывод какой? Ну там караван идет, а вокруг собираются там разные другие, кто проявляет свое влияние. Кто гавкает, кто там что-то подкладывает, какие-то мины. Ничего не выйдет. Есть общее движение. Кроме того, я думаю, в Соединенных Штатах постепенно поймут, что не нужно организовывать такую тотальную антикитайскую кампанию. Если кто-то ослабляется, ну адаптируйтесь к ситуации. Найдите варианты выхода из нее. Уже поздно рассчитывать на продажных комсомольцев. Все, их поприжали. Еще чуть-чуть, пару шагов, и в Китае их не будет. Будет такая централизованная, концентрированная, цивилизационно-ориентированная команда у власти. И это будет опыт и для других стран. Для Украины тоже будет большой опыт. Как противостоять тем, кому собственная цивилизация не имеет никакого значения. Для которых имеет значение получить сейчас подачку, за которую будут потом расплачиваться будущие поколения, и удержаться у власти. Я думаю, что для теоретиков тут есть поле работы. Посмотреть, что за этим стоит, что объективно, а что зависит от субъективных фактов. Кроме того, те, кто сейчас действует чисто субъективно, рефлекторно, в Австралии или где-то еще, они увидят, что это из прошлого. Спасибо вам. В гостях у Международной панорамы был профессор, доктор политических наук Валентин Якушин. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон!